это бытие или берешит 25 глава 19 стих по 28 9 он называется талдот что означает история происхождения или родословие и в нем описывается следующее событие молитва исхака господу о бесплодии жены ревеки рождение исао иакова жизнь исхака в гераре вот такая вся посвященную исхаку глава и проблема отношений сыновей исхака вплоть до момента бегства иакова вот и скажите я сегодня буду говорить о благословенной жизни кто-то хочет прожить жизнь тихую безмятежную или все хотят такие знаете бурь испытаний не все таких да вот поднимите руку кто хочет прожить жить тихую безмятежную о много но я не буду говорить за всех кто-то знаете кто-то любит так чтобы вот буря грянет пусть скорее грянет буря может быть вот я люблю лично тихую безмятежную сегодня друзья мы изучая жизнь и исхака а я хочу остановиться именно на нем о нем очень мало говорят друзья я не слышал проповедей не слышал особых комментариев на эту тему потому что у него жизнь она тихая и безмятежная там один писатель он он говорил все счастливые семьи они похожи на друг друга они счастны каждый несчастно по-своему так вот счастливы говорится и говорить в общем то не так много почему все у него хорошо понимаете когда хорошо там он не падал в яму не поднимался вроде бы говорить нечего а не знаю мне вот нравится такая жизнь это хорошо понимаете когда ты живешь служишь господу и вот исхак он прожил такую жизнь давайте мы посмотрим что было в нем такого особенного что жизнь она у него скажем так она реально удалось и знаете наше представление об исхаке она как бы больше складывается на вот это на этих событиях которые тоже в этой главе о том короче о благословении сыновей и кажется такое знаете что исхак это такой вот дедушка которого легком обмануть вот и он любит там покушать там выпить вина там и так далее друзья ну ему было в это время когда он благословлял сыновей 137 лет а что-то до этого у него так и было да и это описано тоже сегодняшней главе и чуть чуть выше чуть чуть ниже в общем я так как бы соберу в одно место чтобы мы поняли эту личность и что мы взяли что-то для своей жизни что даст нам того же жить благословение также так же как как и он и так эта недельная глава она начинает начинается странной казалось бы фразой вот толдот или история происхождения исхака сына авраама авраам родил исхака и все вот и все такое то есть нет такого родословия да это же родословие по идее и вот но кажется почему-то коротко я думаю что здесь для того чтобы подчеркнуть именно особенность исхака у авраама вообще-то может быть кто-то не знает у него у него таки было восемь сыновей и но только об одном было сказано что он что он является порождением да как бы вот продолжением авраама и вот этот факт знаете то что авраам родил исхака это это не просто факт это как бы определяющее свойство личности исхака мидроши которые дошли нас из глубины тысячелетий они говорят о том что исхак был очень похож и внешне и внутренне он был похож на своего отца он был действительно продолжателем его дела он был он 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 был тоже глубоко верующим человеком знающим бога вот и продолжателем дела авраама и впоследствии итог жизни исхака подводит сам бог когда он говорит что он бог кого кого бог авраама исхака и акова да бог он не просто не стыдится он гордится что вот он бог именно таких таких людей и и в дальнейшем в один знаменитой 11 главе послания к евреям исхак причислен героем веры и о нем сказано что верой в будущее исаак благословил иакова и исава таким образом туре и вся библия говорит о нем как об исхаке как глубоко верующим человек достойном продолжателе духовного призвания но он был не только копией своего отца у него было что-то такое интересное да вот и мы сегодня вот мы посмотрим за это короткое время что у него было интересного то что мы можем взять для себя вот например смотрите бытие 31 42 это немного дальше вот но она просто показывает из хака если бы это говорит иаков вы говоря вот лива ливану за его неверность в расчетах с ним ну помните когда он его догнал дайник там разговор был если бы не был со мной бог отца моего бог авраама и страх исаака то этот бытие 31 42 то ты бы ты бы теперь отпустил меня ни с чем бог увидел бедствие моё и труд рук моих и вступился за меня вчера здесь я акцентируюсь на страхе страхи исаака в другом месте когда лаван догнал иакова после бегства они примирились яков поклялся ничем иным как страхом отца своего исаака то есть в исааке такое выдающийся было качество до его личности что она глубоко коснулась сердца иакова вот это что страх страх божий он был не просто верующий человек знаете верующих много но среди верующих как говорят надо искать еще верующих вот он он имел человек он был человеком имеющим страх божий и это я думаю это мое мнение это сердцевина моего комментария о том что страх божий это сердцевина и секрет его жизненного успеха я верю что именно это качество позволило исааку иметь те благословения которые он имел в жизни мы ведь помним что обетование божье они условны да и они все ночи они все придут также предваряются или в обязательно упоминается слово такое которое мы не очень любим но но есть если все будет хорошо если ты получишь если да будешь благословенным если вот и в дальнейшем библия раскрыла что страх божий это начало мудрости и необходимые условия счастливой жизни во главе второй притч например говорится о том тот кто имеет страх божий он найдет познание о боге он найдет он поймет вообще в жизни почему все происходит так а не иначе он будет во многом он будет разбираться вот и в конце концов находя бога он находит мудрость а восьмой главе притчи говорится о том что круче мудрости да и благословение и дороже ничего нет дороже серебра и золото потому что серебро и золото что она может выкупить из беды да а мудрость божья она не приведет тебя в эту беду так что это это стоит того правильно и несомненно в общем немножко пропущу что я хочу сказать что исхак он не был просто любимчиком у бога как можно подумать папа у него лично знал бога все вопросы всего про мнение друзья это было далеко не так это был достойный человек достойный своего великого отца он сам был большим человеком еще одно качество при наступлении вечера исаак вышел в поле поразмыслить и возвел отчество и увидел вот идут верблюды ключевое слово поразмыслил веских переводах слова поразмыслить переведено как помолиться это тоже верно в оригинальном в оригинале используются слова из четырех букв который обозначает молиться но первые три буквы они обозначают размышли размышления как умственную деятельность то есть и помолиться и и поразмыслить одно другому не мешает что такое что такое размышление википедия например говорит думать как следует о чем-либо всесторонне взвешивать мысли рассматривать ситуацию всесторонне вот чем занимался исаак он любил думать друзья он просто любил думать как-то мне встретилась фаза фраза одного большого предпринимателя американского который он говорил что самое трудно в этой жизни это размышлять поэтому люди этим не занимают не любят этим заниматься размышление и рассудительность это те качества без которой мудрость чувствует себя некомфортно а в присутствии которых она чувствует себя комфортно сын мой это притчи 3 глава 21 с 21 стиха сын мой храни здравомыслие рассудительность если мы храним здравомыслие рассудительность они будут жизнью для души твоей будут приносить тебе жизнь это что ты ценишь в жизни да и украшением для шеи твоей тогда безопасно будешь ходить не будешь попадать в халепу на по пути твоему и нога твоя не споткнется и так исхак любил думать он любил думать и это во многом характеризует его бог ему сказал не ходить в египет поразмыслил и не пошел вот а но особенно вот это в этой главе мне понравилось ситуация с колодцем если помните да его вы как после того как у него удался урожай он стал возвышаться стал очень великим и герарцы да они посмотрели давай дует может такой сейчас нас всех завоюешь короче они испугались и он ушел и начал начал с того что выкопал колодцы откопал вернее колодцы которые выкопал авраам вот а герарцы они тоже завистники они короче все это дело засыпали выкопал они пришли говорят наши колодцы он еще выкопал пришли сказали наши колодцы он ушел еще выкопал пришли и сказали наши колодцы и все равно он ушел и ничего он с ними не воевал и не судился и не подавал он суд в он и так далее вот международный суд он он просто дело делал свое дело понимаете вот и закончилось это тем что враги его пришли царь пришел со своими друзьями и говорит авраам мы видим с тобою бог вот давай давай дружить чтобы не мы тебя и не ты нас вот и они короче подружились вот и авраам выкопал колодец и на месте этого колодца возник город бершива или версавия который существует до сегодня вот к чему приходит мудрость а не мудрость вот вспомним ситуацию с ровом и и ровом помните до сын соломона и ровом что о нем написано что они всю жизнь что они делали воевали и божий них ничего хорошего вот так что есть есть что выбирать вот и это качество исака большой большой для нас как говорится пример да вот потому что многие люди попадая в халепу они говорят а я думал что я не попаду но на самом деле это думал это не думал это думал поверхностно до надеялся что не попадешь но не да это две разные вещи человек думающий посмотри чтобы там слова говорит он посоветуется да вот делать не делать с кем-то из тех кто уже там был и потом принимает решение а думать и надеяться это две разные вещи и последнее качество который по моему по его по моему мнению способствовали успеху жизни исхака это это вот смотрите бытие 26 12 13 и сеял исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат так благословил его господь и стал великим и стал великим человек сей и возвеличился больше и больше до того что стал весьма великим посмотрим о чем здесь говорит писание значит давайте посмотрим экклесиаст глава 11 11 6 до 11 6 утром сей семя твое и вечером не давай отдыха руке твоей потому что ты не знаешь ты не знаешь то или другое будет удачнее то ли другое будет хорошо будет то есть исхак он не имел откровения я так думаю это мое понимание о том что будет у него успех или нет вообще-то он сеял в сухую землю друзья он сел в сухую землю но знал что если он будет сидеть он сто процентов ничего не получит сто процентов да вот но если он посеет господь может благословить значит я люблю мне один товарищ как-то подарил такую присказку да я и всегда говорю лучше сделать и пожалеть чем не сделать и пожалеть потому что если не сделаешь ничего не получишь сто процентов а если сделаешь может быть успех вот он все-таки в нем был вот этот разумный риск понимаете вот и он то есть он был действующим в действующей такой личностью вот и подведя и подводя итог скажем о личности сака скажем что тора показывает что успех жизни сака это не результат того что его отец авраам был другом божьим он прожил свою собственную жизнь он был человек высокого духа он тоже с ним говорил господь он как и авраам ставил жертвенники он был человеком слышащим бога но валаам тоже слышал бога друзья к нему тоже бог приходил вы понимаете разницу что страх божий тот приходил бог ему приходил но там страха божьего не было а здесь был страх божий вот и а страх божий он написано он приводит к тому что человек уходит от зла и исполняет заповеди божий и бог тогда бог благословляет и так жизнь из хака показывает что секрет счастья верующего это он достаточно просто его можно описать это страх божий который ведет к мудрости глубокие размышления на основе слова божьего и практическая деятельность в любых даже самых неблагоприятных условиях да благословит нас господь чтобы мы были похожи на библейских героев аминь